Сегодня руководители регионов ПФО обсуждали, какие еще меры государственной поддержки нужны талантливой молодежи. Это тема заседания Совета округа при полномочном представителе президента. В расширенном заседании принял участие и глава ЧУАШИ. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Все решают кадры, особенно в вопросах развития экономики. Чтобы наладить выпуск инновационной и надежной техники, такой как эти электромотоциклы, необходимы квалифицированные специалисты. Поддержка одаренных детей и подготовка студентов для предприятий. Ключевые темы очередного заседания Совета при полномочном представителе президента России в ПФО, которое проходило в стенах Дома дружбы народов в Удмуртии. В регионах округа немало талантливых ребят, и это подтвердила Всероссийская Олимпиада школьников. Сразу пять субъектов ПФО вошли в десятку лучших, в том числе и ЧУАШИ. Добиваться результатов помогают новые стандарты обучения детей. Большой эффект приносят кванториумы. Так, в республике до конца этого года начнет работу еще один технопарк в Новочебоксарске. В ближайшее время в регионе намерены создать и образовательный центр, аналог сочинского Сириуса. Соглашение подписали на полях инвестиционного форума. Все те, кто принимал участие в создании Сириуса, сегодня сформировали ассоциацию, которая методически будет помогать региональным центрам участвовать в научном руководстве и повышать квалификацию педагогов. Соответственно, сейчас у нас создается дорожная карта, которая позволит детально прописать алгоритмы действия региона. В апреле проводится семинар в Сириусе большой. Как раз мы там разберем дорожную карту, и каждый представитель, руководитель регионального центра вернется с детальным планом действий. Поддержка одаренных детей и подготовка квалифицированных специалистов – приоритетная задача. Цели обозначил президент России в национальном проекте. Но ключевая роль в вовлечении детей в систему поддержки талантов принадлежит федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Речь идет о развитии системы дополнительного образования. Общий объем финансирования этого проекта за счет средств федерального бюджета составляет почти 76 миллиардов рублей. В том числе 61 миллиард – это субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации. По итогам конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год семь субъектов ПФО получат субсидии на формирование целевых региональных моделей дополнительного образования. Четыре субъекта – на создание центров выявления и поддержки одаренных детей. Новый образовательный формат «Уроки будущего». В рамках этого проекта ребят в режиме онлайн обучают главы крупнейших корпораций страны. Крайне важная задача – взаимодействие предприятий, школ, техникумов и вузов. Полномочный представитель президента Игорь Комаров отметил, что в регионах необходимо выстроить социальный лифт, когда молодые специалисты сразу получают рабочее место. Молодежь должна быть мотивирована развивать экономику своего субъекта, а не уезжать в другие города. «Перспективные кадры, подготовленные в регионе для того, чтобы остаться в нем, должны иметь альтернативу возможному переезду. Это решение жилищной проблемы, исключение бытовых вопросов и, безусловно, постановка в регионе осмысленных амбициозных целей, к решению которых можно привлекать талантливых молодых ребят. Разрешение проблемы при переходе от обучения к производственной сфере имеет первостепенное значение, так как доля потерь потенциала одаренности здесь особенно велика. Зачастую молодые люди, получившие качественное образование, имеющие высокие способности в одной сфере, реализуют себя в совершенно другой. Есть дефицит внимания со стороны основных потребителей, наукоемких производств, субъектов бизнеса, органов государственной власти, которые остро нуждаются в притоке наиболее перспективных и подготовленных кадров». Но что такое сегодня хорошее образование? Технологические перемены будут сокращать срок годности текущих квалификаций до 5-7 лет. В некоторых индустриях навыки устаревают еще быстрее. Нас ждет исчезновение многих рутинных профессий. Люди все больше будут заниматься теми видами деятельности, которые невозможно автоматизировать. А это значит, что к выпускникам будут предъявляться совсем другие требования. Требования нестандартного мышления, творческого подхода, умения быстро принимать решения. Появились такие требования, как навыки проектной деятельности, цифровая грамотность, адаптивность к изменениям. Сегодняшним школьникам придется выходить на рынок труда в условиях неопределенности. Чтобы обеспечить всем им достойное место в социуме, нужна эффективная система выявления, поддержки и развития талантов. Михаил Игнатьев отметил, что в республике налажена эффективная работа с молодежью. Ребята из Чувашии становятся призерами Олимпиад и проектов, которые проводятся под патронажем полномочного представителя президента. Немаловажная задача развития новых компетенций для нужд работодателей. Не любой ценой, да, одаренных детей готовить. С ними, с одной стороны, сложно работать, не просто работать, а с другой стороны, спрос работодателей сегодня на этих детей. Почему? Потому что это наука, это идеи, это разработки. Эти разработки внедряются в любой товар или услуги, становятся конкурентоспособными. Тем самым, задача бизнеса – это получать прибыль. Задача государства, органов государственной власти – создавать одинаковые разные условия для детей, чтобы они учились, получили фундаментальное образование, занимались любимым делом, участвовали на разных конкурсах, олимпиадах. И от массы уже самые лучшие, самые одаренные будут создавать продукт труда. На расширенном заседании в Ижевске главы регионов перенимают лучшие практики работы. По итогам окружного совета могут быть реализованы новые проекты. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика Изудмуртия.